Мне кажется, у всех свои пути. Я начала писать стихи, когда мне было лет шесть. И, в принципе, всегда писала, просто не всегда были соцсети, чтобы об этом узнали другие. Что есть предмет искусства? Жизнь человеческого духа. Я знакомлюсь с людьми, и люди всё делают за меня. А я просто записываю. Вы знаете, мне кажется, что популярными стихами становятся те стихи о той боли, которую испытывают многие. Вот именно мы как-то все друзья по боли. Понимаете? То есть в моменты радости мы как бы самодостаточны. А в моменты боли нам нужен друг, нам нужен собеседник. Я очень долго пишу стихи. То есть мне приходит идея, я эту идею фиксирую, записываю в заметки. Какие-то слова приходят сразу. Если у меня есть прямо сейчас свободное время, хотя бы два часа, то есть я пишу. Если нет, я потом, когда у меня есть свободное время, я вот жду, жду. Вот все. Дети в садик, муж на работу, никого нет. Я сейчас напишу так, какие у меня там были заметки. Вау, класс, я сейчас напишу. Нет, вот это не могу, я не в том настроении. Это значит, ну, тоже не в этом настроении. О, класс, вот это напишу сегодня. Вот так я пишу стихи. Иногда бывает, вот, прям, например, три дня подряд, свободное время, никто не дергает. Я могу десять стихотворений написать за эти три дня, а потом месяц ничего не писать, просто потому что некогда. Я не знаю, ну, наверное, футуризмом это трудно назвать, потому что все-таки новых слов у меня нет. Я не знаю, наверное, это постмодерн. То есть это какой-то стандартный жанс, такой светский постмодерн. Я раньше увлекалась монтажом, и, то есть это, это прям, я профессиональный монтажер. Телевизионный, я работала на телевидении, наверное, лет семь. Да я даже была как-то креативным директором, видеостудии, рекламной. И даже главным режиссером канала о компьютерных играх, когда я еще не знала, что мои стихи нравятся публике. Я режиссер по профессии, поэтому все, что касается видео, конечно же, мы создаем образы. То есть есть обычная жизнь, в которой я не пользуюсь декоративной косметикой и предпочитаю спортивный стиль, потому что проснуться рано утром, надеть шпильки, и потом ты ходишь как богиня, а нужно много чего успеть сделать. И я люблю активный образ жизни, я люблю много успевать. Но обязательно, конечно же, обязательно есть моменты, когда ты как-то выходишь в свет. То есть всему, вот для каждой ситуации есть образ. И мне нравятся разные образы. И на себя их примерять, и на артистов. В мире черного капитала, где свирепствует бьюти тайм, наша баба губу раскатала. И попробуй ее закатай! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова